Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Воронежские ученые получили многомиллионный грант на разработку космического буксира. Воронеж не только родина слонов российского военного флота, но и системы образования. Недетский сад в Воронеже открылся центр для дневного пребывания пожилых граждан. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Капитан департамента шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что причиной столкновения Тайгера Вудса стала езда на скорости, небезопасной для дорожных условий и неспособность преодолеть изгиб проезжей части во время выступления в Лос-Анджелесе в среду. Вудс восстанавливается после травм, не представляющих угрозы для жизни, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия 23 февраля. Это столкновение стало третьим громким столкновением Вудса за последние 11 лет. Пока неизвестно, сможет ли Вудс снова вернуться к гольфу. Президент Аргентины Альберто Фернандес обнародовал новый набор ограничений для борьбы со второй волной COVID-19 после того, как в среду в латиноамериканской стране было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения. Фернандес объявил об этих мерах, выступая в Буэнос-Айресе. Великобритания. Десятки гонщиков катались на велосипедах, звонили в колокола и сигналили клаксонами во время забастовки в Лондоне в среду. Гонщики требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Несмотря на небольшие улучшения в среду, компания по доставке продуктов питания по-прежнему сильно отстает от цены акций, уплаченной после того, как акции рухнули во время своего дебюта на прошлой неделе. Инвесторы выразили озабоченность по поводу прав работников, что привело к слабым ранним показателям акций. Великобритания. Насилие усилилось в среду днем в Белфасте, когда был подожжен автобус и в полицию были брошены ракеты после нескольких последовательных ночей насилия по всей Северной Ирландии. По сообщениям местных властей, более 40 полицейских получили ранения и за последние несколько дней было произведено по меньшей мере 10 арестов. Германия. Международная амнистия предупредила, что пандемия усугубила нарушение прав человека во всем мире во время виртуальной конференции, посвященной выпуску ежегодного доклада в Берлине в среду. Бекос заявил, что многие страны злоупотребляют пандемии, чтобы еще больше подобрать верховенство закона и ограничить права и свободы людей. В докладе также подчеркивается, что пандемия привела к росту сексуального насилия в отношении женщин и ЛГБТ. Испания. Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули на Мадридской площади во время митинга ультраправой партии. Спецназ, казалось, бросался на десятки демонстрантов, многие из которых пришли на место происшествия, чтобы заблокировать митинг. Тем временем сторонники ультраправой партии размахивали испанскими флагами и слушали слова лидера группы Сантьяго Абаскаля. В ходе столкновения были арестованы по меньшей мере два человека, еще 14 получили ранения. Бразилия. Местные жители Сан-Паулу реагируют на то, что ежедневное число погибших от ковид впервые превысило 4 тысячи. В среду в 21-й столице штата было зарегистрировано, что более 90% коек в общественных отделениях интенсивной терапии заняты. С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано более 337 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. Иран. Переговоры по возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий или ядерной сделки Ирана были высоко оценены президентом Ирана Хасаном Рухани. Как победа его стороны на заседании кабинета министров в Тегеране в среду. Рухани высоко оценил соглашение, которое было достигнуто всеми сторонами в Вене во вторник, как новую и свежую главу, настаивая на важности для Соединенных Штатов проявить серьезность и честность в переговорах. На следующий день после того, как президент Европейского совета и председатель комиссии Европейского союза встретились в Анкаре с президентом Турции, рассадка участников встречи троицы вызвала ажиотаж в социальных сетях. В течение короткого времени фондер Ляйен остается стоять в другом углу зала заседания, очевидно сбитая с толку расстановкой кресел, которая оставила ее без стула, в то время как ее коллеги-мужчины сидят. Дипломатическая оплошность, ставшая теперь вирусной на платформах социальных сетей под названием «Сафагейт», взъерошила перья ЕС и может привести к сбою в переговорах, направленных на восстановление связей ЕС и Турции. Министр иностранных дел Пакистана, выступая в среду в Исламабаде на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что страна готова обсудить вопросы местного производства российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви». Лавров заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы помочь Пакистану, но добавил, что у нас все еще есть обязательства перед теми странами, которые обратились к нам первыми. Новости ближнего зарубежья Нагорный Карабах. Российские саперы за сутки разминировали 12 гектаров в Нагорном Карабахе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Также сообщается, что российский миротворческий контингент продолжает вести круглосуточное наблюдение за обстановкой и контроль за соблюдением режима прекращения огня в регионе. Украина. Глава самопроизглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не хочет начинать войну и сделает все возможное для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом политик заявил в среду во время пресс-конференции по случаю седьмой годовщины образования ДНР. Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии. Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца Брелл, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Армения. Полиция задержала нескольких участников женского протестного марша в Ереване. Протестующие с плакатами с изображением Пашиняна собрались на улице Абавян у кинотеатра Москва и прошли маршем до площади республики к зданию правительства, выкрикивая лозунги. По словам одной из участниц марша, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока нынешнее правительство не подаст в отставку. Казахстан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан с рабочим визитом, который станет завершающим этапом азиатского турне главы российского внешнеполитического ведомства. Ранее глава российского МИД посетил Индию и Пакистан, где провел переговоры с высшим политическим и военным руководством стран. Российские новости Президент России Владимир Путин заявил, что поставки коронавирусной вакцины «Спутник Ви» в Армению увеличатся во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Москве. Ереван должен получить первую партию из 15 тысяч доз вакцин «Спутник Ви» в четверг, но Пашинян заявил, что Армения нуждается в более чем миллионе доз вакцины. Премьер-министр Пашинян также поблагодарил Путина за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 65-я экспедиция Международной космической станции на борту космического корабля «Союз МС-18» стартует с космодрома Байконур в пятницу 9 апреля. Ожидается, что космический корабль с экипажем пристыкуется к Международной космической станции в 11.07 по Гринвичу в пятницу. Крупный пожар на складе бытовой химии произошел в подмосковных Люберцах. На кадрах, снятых очевидцами, виден масштаб пожара, сильное задымление и скорость распространения огня. По сообщению МЧС, сигнал о возгорании здания комбинированной этажности поступил на пульт дежурного ЦППС в 17.51. Огонь начал быстро распространяться, тушение осложняли сильный ветер и хранящиеся на складе легко воспламеняющиеся изделия. Новости нашего региона. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Воронежской области выявлено 193 случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 76 741 человек. За последние 24 часа в Воронежской области из-за коронавируса скончались 9 пациентов. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, на сегодня 2465 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 201 человек. Всего вылечили 71 412 человек. Пока в Воронежской области не зарегистрированы случаи заболеваемости иностранными штаммами. Об этом сообщает Управление регионального Роспотребнадзора. Речь идет о британских, южноафриканских и бразильских штаммах коронавируса. При этом в стране обнаружили 103 британские версии инфекции и 10 разновидностей южноафриканских. Об этом на совещании в правительстве России заявила главный санитарный врач Анна Попова. Влада Голда, Елена Цветкова, 41 канал. Семь человек пострадали 8 апреля в ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария произошла на Ленинском проспекте рядом с Лебединым озером примерно в 12.08. Два пайзика, следовавших по маршруту номер 122 в сторону остановки Димитрова, начали перестраиваться, подъезжая к остановке Минска и столкнулись друг с другом. При этом один из автобусов продолжил двигаться по инерции и влетел в припаркованное на обочине полуприцеп грузовика. От удара переднюю часть автобуса смяло внутрь. По предварительным данным, семь пострадавших пассажиров были отправлены в больницу. Позже в паблике «Мой твой Воронеж» в социальной сети ВКонтакте появилось еще сообщение о столкновении сразу четырех новых автобусов «Воронеж-пассажир-транс». Обстоятельства происшествий устанавливаются. Олеся Лесюк, Ольга Ломакина, Александр Панин, 41 канал. В Воронеже открылся первый центр дневного пребывания для людей пожилого возраста. Он работает при отделении социальной защиты Советского района. Как проходит день пенсионера в саду для пожилых, узнавала Олеся Лесюк. Занятия пока проходят только два раза в неделю, по три часа. Чаще людям в почтенном возрасте выходить из дома достаточно сложно. Обычно пенсионеров забирают из дома на специальном автомобиле. Он приспособлен для маломобильных граждан. Кто-то добирается самостоятельно. Примерно с девяти начинаются занятия. Бывает так, что родственники не могут оставить пожилого человека одного дома, а нанять сиделку для многих не по карману. Вот когда-то, пару лет назад, губернатор заключил соглашение с фондом «Старость в радость». И началась кипучая деятельность в нашем учреждении соцзащиты. Сюда будут приходить люди с ослабленным здоровьем, с когнитивными нарушениями, маломобильные, имеющие ограничения по слуху и зрению, со старческой астемией. Те, которые уже, в общем-то, не выходят из дома. И для того, чтобы как можно дольше сохранить их здоровье на том уровне, на котором есть, чтобы оно не ухудшилось, для этого разработаны методики работы с ними. Сейчас в центре посещают только 12 человек, все женщины. Мужчины почему-то отказались посещать занятия. В будущем появится возможность оставлять пожилых на весь день с 9 до 17 часов. Для этого нужно организовать для людей питание и спальные места. Лидия Александровна, шнурочек берем. Пока начнем с этого, пока остальные не пришли. Смотрите, возле вас есть кубики-шарики. Вам нужно нанизать их на ваш шнурок. Три часа расписаны по минутам. Здесь проходят занятия по физкультуре, музыке, пению, рисованию, лепке, вязанию. Одно из первых направлений – развитие памяти, мышления и моторики. Цель – не допустить развития когнитивных нарушений, в частности, деменции. Я только узнала, что он скорее сюда. Я всех знаю, все меня знают. Я ходила два года только, не могла ходить. Ноги заболели, не могу ходить. Я думаю, к лучшему все это будет. Потому что мы дома сидели, такого-то не было, хоть чем-то занимались. А дома что, только болячки считали. Конечно, это для души отдушина большая. Очень хорошо, что у нас не забывают их память. Желательно ежедневно делать какие-то упражнения, хотя бы непродолжительные для поддержания в активности мыслительных процессов. Здесь не только пребывание. Это дружба, чувство нужности. Многим пенсионерам не хватает настоящего, живого общения. Не все готовы сказать, что я одинока. Но они рады приходить сюда, потому что они имеют опыт общения с глазу на глаз. Все-таки целый год они не общались, были изолированы дома. И рады встрече с такими же пожилыми бабушками, как они. Они с радостью сюда приходят. Даже порой я вот так со стороны наблюдаю, а что им интересно, позаниматься или пообщаться. Пообщаться занимаясь. Не детский сад для взрослых. Пилотный проект в регионе. Такие занятия – это спасение от деменции. Ежегодно ВОЗ диагностирует 10 миллионов новых случаев по прогнозам. Через 30 лет старческое слабоумие приобретет характер эпидемии. Это центр реализации проекта долговременного ухода за пожилыми. Также программа, рассчитанная на тяжелобольных. Их будет обслуживать на дому социальный работник. Для родственников это гарантия спокойствия, поясняют в социальной защите. Человек сможет спокойно ходить на работу, делать какие-то свои дела, не переживая, что пенсионер включит газ или что-то натворит в квартире. За ним есть присмотр. Такие занятия бесплатные. Раньше бюджетных альтернатив не существовало. Приходилось либо бросать работу и самим ухаживать за своими близкими, или нанимали сиделку. Пока центр дневного пребывания действует только в Советском районе. Скоро откроется еще один в Левобережном. Пенсионеры с пропиской в этих частях города смогут воспользоваться услугами в этих районах бесплатно. В других районах таких учреждений еще нет. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Весной 1703 года в Воронеже появилось первое учебное учреждение «Адмиралтейская школа». Сейчас от нее не осталось и камня. Но в 2003 году место, где она находилась, было отмечено памятным знаком. Историей зарождения российской системы образования интересовалась Влада Голда. Петр Первый был человеком, который очень любил учиться. Образование он получал разрозненное. К нему приходили учителя, но тем не менее направление он выбирал сам. Именно те темы, которые ему были интересны. Его девизом жизни было «Я ученик и ищу учителя». И вот это его стремление к учебе он старался прививать своим подчиненным и, соответственно, всему русскому народу. Было понятно, что в России нет ни военной базы, нет ни образовательной базы для того, чтобы построить флот и развиваться дальше. Петр организовал Великое посольство и ездил по странам Европы. И там он учился. Он там и алфавит поправлял русский. То есть очень многое об этом можно рассказывать. И с ним вести в это Великое посольство поехали 68 человек, дворянских детей, которые должны были там проходить обучение. Когда они вернулись, Петр I устроил им экзамен. И выяснилось, что лишь четверо в должной мере освоили морское дело. Да и то лишь на практике. Теорией никто из них не овладел. И поэтому Петр I решил, что пора организовывать в России свою школу, которая прежде всего была настроена на военных, на то, чтобы воспитывать и обучать военных. И в Сухаревской башне в Москве была организована математическая навигационная школа. Она там некоторое время существовала. Там были достаточно жесткие условия обучения. А потом оттуда приехали люди в Воронеж. Два человека, вот упомянутые здесь, Побегайлов и Фролов. Они приехали в Воронеж. И здесь уже под руководством Петра на канатном дворе была организована Воронежская школа. Вот как раз на этом месте, где в памяти о том событии сейчас стоит этот камень. Сначала призывали сюда 90 учеников, а 27 пришли сами. То есть тяги к учебе было очень много у русского народа. А вот школа эта носила название не просто, вот как здесь написано, государственное. Да, ее снабжало государство. Она была полностью на государственном коште. Но она называлась Русская школа. Поэтому полное название этой школы, которая в Воронеже начала действовать, была Адмиралтейская русская школа. И она первая в России была именно Адмиралтейская. И вообще вот такое учебное заведение, от которого потом пошло все наше военное образование. Так как было много желающих, сюда еще присоединился в качестве учителя Семен Минин, который был диаком и который пел в монастырском хоре. Через некоторое время Побегайлов и Фролов привезли с собой учебники. Это было 49 букварей на славянском и на латинском языке. Это было 48 учебников математики, причем Леонтия Магнитского. Это самый лучший учебник, и по тем временам, да и сейчас им не брезгуют. Это было 300 азбук, это было 88 псалтырей и 100 часословов. То есть это были достаточно серьезные методические учебники, по которым все это дело обучалось. В 1711 году школу пришлось закрыть. И возобновила она свою деятельность уже после смерти Петра в 1725 году. После того, как в 1711 году эту школу закрыли, в 1714 году Петр I, это был человек, который не успокаивался достигнутым, он принял решение о том, что нужно образовывать не только военных будущих, но и вообще все население. Как он сказал, нужно размножению наук в империи потворствовать. И поэтому он издал указ плотничьих, матросских, кузнечных и прочих мастеров всех учить русской грамоте и цифире. Причем это касалось детей от 10 до 15 лет и выше. В Воронеже была образована новая школа, которая называлась Цифирная. Находилась на том же самом месте, это был канатный двор. Учили детей достаточно странно, потому что каждый учитель читал, что хотел. А ученики выбирали, что учить. Вот я сделал такую выписку интересную. Арифметика и нумерация – 11 человек училось. Адиция – это сложение, плюс 5 человек. Субстракция – это вычитание, 1 человек. Мультипликация, умножение – 3 человека. Дивизия, деление – 5 человек. Десятичные дроби – 2 человека. Геометрия и тригонометрия по одному человеку. То есть вот такой был разброд. Школа была бесплатная, но в конце обучения каждый ученик должен был заплатить учителю по рублю. Такое было негласное правило. После обучения учитель выписывал сертификат. Что интересно, человек без этого сертификата не мог ни жениться, ни обвенчаться. Это было требование Петра. В 1826 году школу распустили и отдали ведомство епархии. Но начало было положено именно здесь, в Воронеже. Очень сложным путем, но именно отсюда началось развиваться военное образование в России. Олеся Лисюк, Влада Голда, Сергей Трифонов, 41 канал. В Воронеже разрабатывается проект космического буксира. На изобретение разгонного блока и ракета-носителя выделен грант в 5 миллионов рублей. Воронежские ученые свою разработку называют уникальной. Подробности у Олеси Лисюк. Блок орбитального размещения искусственных спутников, который назвали «Борис», может стать частью ракет сверхлегкого класса, доставляющих в космос искусственные спутники. Оборудование могут применять в рамках метеорологических или научных исследований. Возможные изобретения будут использовать в военных целях, например, для того, чтобы сбивать дроны. Разгонный блок аппарата может выходить на орбиты высотой 500, 800 и 1500 километров от Земли. Участие в разработке принимали молодые ученые, старшекурсники и аспиранты. По сути, это коллектив, который принимал участие в реализации данного договора. Это порядка 15-20 человек, имеющие в том числе степени наук и имеющие задел по прошлым работам. Сколько будет стоить «Борис», говорит Дмитрий Шматов, пока не ясно. Если строить новый завод, то понадобится порядка 3 миллиардов, полтора миллиарда бюджетных и столько же внебюджетных средств. Если же разрабатывать аппарат на той базе, что уже есть в распоряжении ученых, то на создание нового блока уйдет только 300 миллионов. Главная задача – как можно скорее изготовить «Бориса». Роскосмос нам поможет в этом, это было сказано, и мы на это рассчитываем, безусловно. То воспользоваться нужно именно таким подходом, а там далее параллельно или после этого уже пытаться каким-то образом наращивать свою автономную базу, производственную, испытательную. Разгонный блок работает на двухкомпонентном топливе – этиловый спирт и кислород. Сейчас пока только изготовлен опытный образец разгонного двигателя. Масса космического блока «Борис» составит 80 килограмм. При этом он сможет вывозить до 150 килограммов полезной нагрузки с орбиты. На выполнение своих функций «Борису» понадобится 16 килограммов топлива. Изобретение считается инновационным. Энергоэффективность у двухкомпонентного топлива определенно выше. И, кстати говоря, даже в нашем случае использование наших компонентов также по энергетике более выгодно. После всех испытаний возможен будет выход на серийное производство. Проект на стоимость одного экземпляра примерно 50 миллионов рублей. На создание предсерийного образца уйдет 2-3 года, а на ракету носитель порядка 5 лет. Олеся Лизюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях. А также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем ютуб-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok